здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любами а значит у нас коли в гостях на нашей кухне ну что ж пришло время заготовки для борща на зиму очень вкусного борща но для начала я как всегда спрошу поля ты с нами даже баня с вами я просто обожаю заходишь на кухню коля принеси это коля вынеси это коля сделаю это давай давай вот прям чувствую не зря на свет родился колен что так все наши секреты тайны я поставлю сегодня будет заготовочка у меня уже есть на канале но сегодня будет заготовка с фасолью это называется боже за 15 минут посольку замочила но все постепенно все буду рассказывать показывать главное скажу что сковорода уже на огне но вот это все у меня пойдет пол литра растительного масла показывать здесь не буду буду частями доливать имейте ввиду что пол литра для начала я на сковороду налила масло сейчас я должна нарезать мелким кубиком лук и отправить жарить и так морковку натерли на крупную терку килограмм морковки я вам уже сказала и смотрите сейчас отправлю казан я буду делать и в казане и сковороде что было быстрее значит на сковороде лук уже у меня жарится вот сейчас покажу одна партия сейчас добавлю туда вторую покажу как вот смотрите вот так меленько как на зажарку меленько нарезаем как будем обжаривать лук будем до прозрачности чуть-чуть подзолотиться и все ни в коем случае не пережаривать также отправляю в казан где уже разогрето масло морковь тоже морковь слегка подрумянием потому ждем лук обжарился больше обжаривать не буду ответить до такого состояния морковь за это время тоже протушилась вот так вот но ничего не пригорело это очень хорошо теперь я лук отправляю то есть лук моркови или наоборот какая разница главное в казанок и сейчас покажу что еще я сделала одну секундочку огонь пока маленький пусть так вот еще протушится сейчас покажу я тем временем нарезала бурячок бурячок для борща борщевой специально оставила чтобы посмотреть какой он нарезала брусочками так как у меня уже есть на терке там на терку но мы в основном готовим борщ вот так вот я нарезаю не обжариваю потому я его отдельно обжаривать не буду сейчас дорежу эту штучку вот и перед этим сейчас же отправлю нарезан брусочками болгарский перец потом отправляю перец протушу минут 10 и будем продолжать и так зажарочка вот это обжарилась я вылила вот видно поле там остальное масло растительное может еще чуть-чуть осталось добавлю 500 грамм мы должны сюда добавить я говорила частями то что на сковороде было это все вместе чеснок хорошая головка чеснока на мелкой терочке так нарезала это в зажарку как говорится да сразу вот так вот ее туда вниз вниз в горячее пусть она там отдает то есть не она пусть чеснок отдает свой аромат и сверху отправляю нарезанный брусочками то есть нарезанную свеклу или нарезанный буряк частями будем вот отправлю перемешаю и этот бурячок мы обжарим минут 10-15 потому ждем я расскажу что будем делать дальше смотрите какую картину мы наблюдаем какая красота вот там все тушится и пахнет уже скажи коль аромат ненько мясом пахнет теперь аккуратненько там у нас водичка потому я щас алю добавляем посольку распределяем вот немножечко я вот так вот насыплю и буду перемешивать короче я час перемешаю и вам все покажу посольку хорошенько перемешала видите теперь у меня здесь три килограмма помидор хорошие такие мясистые помидоры перекрученные на мясорубку частями вот сейчас вылю что знаете как говорится сверху не сесть вот так вот вылью перемешаю и так вылью все помидоры и доведу до такого сильного кипения короче на сильном огне это все делаем сейчас и так здесь уже началось с кипения бурения добавляем 3 столовые ложки соли с горкой вот так вот есть и 6 столовых ложек сахара вот эти до 150 грамм так вот сейчас это все можно перемешать а нет вот так она сама растает потом все равно будем перемешивать значит и закипела сильно теперь прикручиваем огонь поменьше делаем такой чтоб кипела ну не бурлила кипела и так варить минут 30-40 это зависит от фасоли пока не сварится фасоль но не то что разварится такая что было слегка-слегка как недоваренная потому ждем за уксус то не забыл нет молодец и так прокипела вот так вот видите 40 минут теперь я выливаю 100 миллилитров уксуса девятипроцентного бросаю сюда 3-4 ларовых листика и хочу сказать я еще в процессе варки не отвлекала поле я добавила 2 чайные ложечки молот черный молотый перец это по желанию можете я добавила имейте ввиду что специи можно добавлять по вашему вкусу любые которые вам нравятся главное здесь вот сейчас 10 минут и будем выключать а первое это сварите фасоль до такой степени чтобы не разварилась но была практически готова потому ждем итак дорогие наши все готово баночки простерилизовала заправочка наша готова больше все осталось только разливать набираем смотрите такой вот густое хорошее то что надо так стараемся если вдруг там чего-то чтоб попала и фасолька и сейчас я разверну и фасоль и этот бурячок все 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 ну немножечко жидкости потому так стараемся со дна достаем по чуть-чуть до переворачиваем и заполняем полные баночки листик я достаю конечно я не буду его вот так в сторону вот зачем ну зачем я закатала вот ту первую банку с помидорами лучше пьет дальше не умела это точно дрема полненькую закатываем хочу сказать еще раз повторюсь значит фасоль не переваривайте а там уже на ваш вкус если вы любите конечно значит вот таким вот образом заполняем это раз еще чуть-чуть сейчас добавлю это раз второе если у вас не найдется такой свеклы как у меня берите какая есть не любите брусочками натирайте на терочку здесь я показала как готовила и как готовлю я как готовила моя мама и бабушка потому вот такой рецепт сейчас все заполним потом с вами еще встретимся еще ты забыла сказать будут спрашивать казан казан на 8 литров точно казан дорогие наши на 8 литров не забываем так помешивать брать со дна перемешивать и заполнять баночки вот так итак дорогие смотрите что получилось 8 баночек 8 3 2 5 8 8 8 баночек контора пишет 750 грамм и одна вот такая вот все получилось тетелька тетельку отлично казан мы вам сказали какой значит час обязательно переворачиваем укутываем ну как всегда и на ночь но ночь день можно ну короче сутки обычно знаете выдерживаем сутки в тепле не тепля в теплой подшубкой до полного остывания да можно чуть чуть больше более ты разрешаешь дорогие наши но что сказать это мы сделали заготовочку вот этой баночки мне для меня для моей семьи я готовлю на 5 литровую кастрюльку если у вас семья меньше то пожалуйста готовьте вот разливайте то есть вот такие баночки это будет одумать достаточно если вдруг вы посчитаете что это густо горячо я так дела ну я может с маленькой горячо будет если вы посчитаете что вот это очень густо то есть много фасоли вы бросаете в борщ меньше фасоль пожалуйста вместо килограмма вы можете в этот казан где вы все готовили добавить 500 грамм 700 грамм ориентируйтесь сами сколько варить я уже говорила еще расскажу до того времени пока сварится фасоль но все равно по-любому овощи все которые в казане будут даже если фасоль вы сварите отдельно можно так сделать приварить и там остается только чуть-чуть то обязательно вы должны это все проварить полчаса минимум вот эти именно овощи понимаете вот протушить в казане все вместе когда соединили залили помидорчиками ну там специи добавили все уксус последний последний момент я вам все сказала в принципе пробовать не буду коля мне уже вопрос а как будешь пробовать они как уличка я зимой приготовлю борщ и обязательно попробую покажу вам и расскажу что вот с этой заготовочки я готовлю борщ одну тебя прошу пообещай мне что это была последняя заготовка для борща на зиму дорогие мои в принципе очень легко и просто это очень знаете как наше время сэкономить зимой но и не только время бывает такое что то свеклы нету то морковки нету то того то сего а так у вас в принципе все есть капусточка должна быть да еще хочу сказать спрашивали с капустой вы делаете или нет дорогие мои мой опыт мне говорит что я больше с капустой делать не буду знаете с капустой сделала ну вот мы ее проварим казани а потом мы проварим в очке и она получается такая знаете очень разваренная у меня такую капусту не приветствует вообще у нас она должна быть так слегка немножечко недоваренной потому это на ваш вкус специи не бросаю то есть укроп зелень это мы заморозим или там засолим как кому и уже сразу борщ и обязательно такой борщик моя бабуля заталкивала сало наверняка вы многие знаете помните своих бабушек мамы да и сами делаете сало чесночок немножечко сольки хорошенько потолкли и в конце заправили это будет потому заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайки все не жалко пишите комментарии а самое главное дорогие наши будьте все здоровы будьте все счастливы и мирного неба и вам и нам всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания